Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я расскажу вам, как же у нас здесь дела, как мы живем. Я думаю, что это, наверное, уникальный опыт и опыт страны, в которой я сейчас нахожусь. Это уникальный опыт для жителей, на самом деле, всего мира, потому что, ну, пока ни одна страна не находится в такой изоляции, в которой оказалась моя любимая Италия. Часто меня спрашивают, почему я так люблю Италию и с таким придыханием о ней отзываюсь. Наверное, я запишу видео, хотя подобные видео на канале существуют в плейлисте ПМЖ, где я много раз рассказывала, почему я так хорошо себя чувствую в этой стране и почему сейчас я на самом деле очень-очень переживаю за людей, которые здесь живут, и за эту страну, в которой я нашла на самом деле свою вторую, а возможно даже и первую родину. Итак, могу сказать, что действительно все очень сильно поменялось и произошло это достаточно быстро и достаточно резко. Я в своих предыдущих видео говорила, что все то, что происходило, не очень отражалось на, скажем так, повседневной жизни, кроме того простого факта, что да, школы закрыты, детские сады закрыты, университеты закрыты, это наложило отпечаток на повседневную жизнь, потому что когда студенты на улице, на улицах падают, например, это чувствуется, чувствуется молодое биение, молодого сердца и совсем другая атмосфера в городе, городе, конечно же, который является студенческим. Ну и могу сказать, что и здесь, в общем-то, жизнь тоже мало чем отличалась, потому что это все было скорее изначально похоже на затяжные каникулы. Я показывала супермаркеты, в которых ничего не изменилось касаемо ассортимента и касаемо наличия либо отсутствия очередей. Я, в общем-то, показывала повседневную жизнь, но сейчас я вынуждена констатировать, что очень многое поменялось. Вчера я включила свою любимую программу, которую смотрю, к сожалению, достаточно редко, не всегда просто попадаю на нее. И могу сказать, что даже формат тех программ, которые выходят в эфир, очень сильно поменялся. Я думаю, что многие себе могут представить ток-шоу, традиционное ток-шоу, которое всегда проходит в студии, где имеется зал, где имеются зрители. Так вот, с недавнего времени все программы подобного формата больше не имеют зрительского зала. Стоят пустые места, пустые стулья, никак не стали переоформлять студии. Я думаю, это сделано, опять же, осознанно для того, чтобы придать некий больше посыл тому, что происходит, что действительно нужно находиться в добровольной самоизоляции, насколько это возможно. Соответственно, даже многие студии, они просто не стали переоформляться. Между участниками программы, возможно, вам не видно, но я человек, который постоянно эту программу смотрел, конечно же, сразу заметил, тоже установлена вот эта рекомендованная дистанция в один метр. То есть участники программы, если их больше, чем один человек, они сидят на расстоянии одного метра друг от друга. Программа, которую я вам показываю, выдержка, из которой я вам показываю, это программа про любовь, она называется «Мужчины и женщины». Я думаю, что многие могут себе представить, что там мужчины ищут свою судьбу, женщины также ищут свою судьбу и даже не танцуют. Изначально формат этой программы предполагал медленный танец в течение съемки, в течение прямого эфира. И вот сейчас даже люди не танцуют, потому что, ну, потому что действительно вот эта рекомендованная дистанция один метр друг от друга, ее итальянцы действительно придерживаются. «Вчера мой муж был в супермаркете, и первый раз он стоял в очереди в супермаркет. Очередь в супермаркет, внимание, хочу это подчеркнуть, была не из-за того, что все бросились в супермаркет скупать продукты. На самом деле, мы с мужем вот опять же говорили, я лично восхищаюсь ново-итальянцами. Они очень спокойны, они очень позитивны, нет никакого ажиотажа, нет никакого испуга в глазах, о котором, возможно, многие рассказывают на русскоязычных, даже центральных каналах. Я не совсем понимаю, зачем все это делается, нагнетается. Хотя, на самом деле, человек, который имеет все-таки косвенное отношение к журналистике, могу совершенно точно сказать, что вот такие хайповые новости, новости о панике, новости о Бармагеддоне, они продаются, конечно же, лучше, чем новости о том, что все хорошо и все спокойно. Могу сказать, что итальянцы очень и очень спокойны. И очередь, которая образовалась в моем городе, в супермаркете, мы обычно покупаем, у нас три супермаркета, и вот, в общем-то, в один мы поехали, потому что изначально разный ассортимент продуктов покупаем в одном супермаркете, в другом и в третьем. Нужно было вчера поехать именно в этот супермаркет, и образовалась очередь, но только потому, что действительно установлен, я-то, насколько поняла, каждый супермаркет решает для себя, установлен определенный лимит посещения одномоментно определенным количеством людей супермаркета. Соответственно, если супермаркет заполняется, пока другие люди не покинут в супермаркет, остальные не могут войти. Это все регулируется охранником самым обычным, то есть это не карабинеры и не какие-то представители власти, это непосредственно люди, которые работают в администрации того или иного супермаркета, регулируют поток людей, которые заходят. Люди действительно в очереди держатся друг от друга на расстоянии одного метра. На входе в супермаркет оборудовали специальные полотенца бумажные, одноразовые, а также средства, гель, которым можно продезинфицировать руки, можно вытереть тележку, все это было предоставлено. В самом супермаркете работники, наверное, 30% имеют защиту в виде масок и перчаток, но большая часть без масок и без перчаток, в том числе кассиры, которые работают непосредственно с людьми, они многие не защищаются. Это вызвано отчасти тем, что да, в Италии не все верят в то, что происходит и в то, как это преподносится. Безусловно, я думаю, что многие мои зрители понимают, что я верю в существование вируса, но то, как это преподносится, именно это вызывает у меня очень много вопросов, как у самого обычного обывателя прежде всего. Я могу сказать, что очень многие итальянцы тоже к этому так относятся, но и опять же нам было очень хорошо объяснено и разъяснено, что маски не являются протекцией достаточной, если мы здоровы, а рядом с нами заболевший человек. Именно на заболевшем человеке должна быть маска. Недавно я посмотрела новости, где меня поразил один сюжет, который был посвящен фармацевтам, который был посвящен аптекам, потому что именно аптеки, именно супермаркеты — это то, что сейчас работает в обычном режиме. Так же, кстати, как и любые публичные, получается, не знаю, как на русском сказать, паспортный стол, любые муниципалитетные вещи, то есть любые места, которые обеспечивают административную жизнь, скажем так, государства, все это открыто и работает в обычном режиме. Но мы понимаем, что, безусловно, в супермаркетах работают люди, а также в аптеках, которые непосредственно сталкиваются сейчас с большим наплывом людей, потому что все дела административные, бюрократические, которые можно было отложить, все по возможности отложили. В то время как в супермаркет разрешено ходить и люди ходят, точно так же люди продолжают покупать лекарства по мере необходимости. И вот меня поразил, на самом деле, сюжет. Он был сделан из Рима, он был сделан из многих-многих аптек, где фармацевты рассказывали, что масок нет, что вот этого не хватает. Предлагали сделать доставку непосредственно в дом, то есть организовать таким образом. В ближайшее время просили, обращались к правительству, организовать таким образом, возможно, сайт, где человек может покупать и не выходя из дома иметь необходимые ему лекарства. Связано это, конечно же, опять же, с мерами карантина, когда подобные меры могут привести к меньшему соприкосновению и общению людей между собой. И меня поразило, что съемки из аптеки, которые велись вот прямо-таки в режиме реального времени, меня поразило то, что поразило свое время в моем городе, когда я пошла покупать себе антибиотик. Я зашла в аптеку, в которой имеется два помещения, одно побольше, другое поменьше. В одном помещении было два фармацевта, и они были без масок, и они были без перчаток. И в другом помещении, куда я непосредственно направила за антибиотиками, было четыре фармацевта, и все фармацевты были без масок, и все фармацевты были без перчаток. Так вот, в этих аптеках та же самая ситуация. Ни в одной аптеке, где были сняты люди в очереди, то, как работают фармацевты, не было видно фармацевтов, которые бы использовали маску, а также перчатки. Это сделано было ради сюжета, ради красоты сюжета, но было видно, что снимают, что называется, непосредственно в моменте, и кадры не постановочные. Это было сделано, потому что сами фармацевты не придают этому значению. У меня, например, повторюсь, как у обывателя, большой, большой знак вопроса. Также очень многие люди возмущены, так же, как и я возмущена, и я на это обратила внимание сразу, возможно, в одном из видео даже об этом сказала, а может быть нет. Это на то, что транспорт, полупустой транспорт, это прежде всего автобусы, трамваи, троллейбусы, они работают в режиме, в котором они работали до того положения, в котором оказалось, в котором мы сейчас все оказались. То есть они ездят пустыми. Я хочу обратить внимание, что я живу в городе, в регионе, который является регионом студентов прежде всего. То есть основная заполненность автобусов и их частота в определенные часы, это прежде всего утренние часы, а также обеденные часы, когда дети заканчивают, студенты заканчивают учиться и возвращаются в близлежащие дома, города точнее, прежде всего, из Падуи. Это, прежде всего, частота этих рейсов, она обусловлена тем, что мы живем в городе, где очень много учебных заведений, и где очень много, соответственно, студентов. Сейчас все автобусы ходят полупустыми, но при этом не сократили частоту рейсовых автобусов. Это меня очень удивляет. Я думаю, что все могут себе представить, какие огромные деньги расходуются на то, что, в общем-то, сейчас, в том, в чем сейчас нет необходимости. И этот вопрос в той программе, которую я посмотрела, тоже поднимался, что очень многие знак вопроса. Города, в которых никто не гуляет, никто не пользуется общественным транспортом, при этом общественный транспорт работает в той же, скажем так, в той же чистоте рейсов, как это было до часа икс. Очень многие зрители написали мне, что поведение мое собственное и моей семье – это безответственное поведение. Очень многие пожелали прямо-таки какой-нибудь хороший штраф на нашу голову, на нашу семью, за всех членов семьи, которые вышли на пробежку. Могу сказать, что я обратилась непосредственно на сайт правительства, которое публикует подобную информацию, дает разъяснения, публикует самые частые вопросы и публикует официальные ответы на эти вопросы. Могу сказать, что Италия, кстати, сейчас столкнулась с огромным количеством фейковых новостей. Эти фейковые новости отслеживаются. Если человека можно, запустившего фейковую новость, придать наказанию, это обязательно делается. Это преследование по уголовному закону, по уголовному кодексу происходит, но главное в фейковых новостях заключается в том, что их необходимо постоянно опровергать. Я могу совершенно точно, со всей ответственностью заявить, что да, очень многие магазины закрыты. Опять же, мне сказали Яна, посмеяли, что я сказала, что из солидарности многие закрылись. Я показывала вам объявление, где было видно, что кто-то закрылся до 25 марта, кто-то закрылся до 3 апреля, кто-то вообще написал, что пока магазин закрыт, до поступления новых распоряжений и новых новостей. Соответственно, люди действительно, я со всей ответственностью заявляю, закрыли свою коммерческую деятельность, которая не должна была быть закрыта в обязательном порядке, это совершенно точно прозвучало. Необходимо закрыть, советуется закрыть, настоятельно советуется закрыть, потому что мы все находимся, что называется, в одной лодке, но это было необязательное и не императивное закрытие вот этой коммерческой деятельности. Императивные меры поступили, точнее указания в отношении, в отношении точек общественного питания. Именно они должны были следовать графику открываться в 6 утра, если они хотят открываться в 6 утра и продлить свой график рабочий, и закрываться ровно в 6 вечера. Это относилось к барам, к ресторанам, к различным кафе. Любая другая коммерческая деятельность могла быть оставлена открытой. Мы многие можем понять, что в силу простой логики люди, которые владеют магазинами, они предпочли их не закрывать, потому что если нет людей на улицах, если нет посетителей, то и держать открытый магазин, тем более с наемным персоналом, нет никакого смысла. Да, многие откроются 25-го, многие откроются 3-го, многие внимание откроются даже на днях. Это можно сделать. Поэтому я и сказала, что многие закрылись из некой солидарности, из некой самой простой логики. В отношении пробежек, пробежки разрешены. Любая деятельность спортивная, она называется деятельностью моторики. Я не совсем могу перевести это на русский язык корректно, но мы будем считать, что любая спортивная деятельность, она разрешена. Посещение парков, прямо-таки вопрос, который разъяснялся непосредственно на сайте правительства. Посещение парков также разрешено. Не разрешено собираться в группы. Это значит, что если я пришла заниматься йогой в парк, а если ко мне пришла моя подружка, и мы встретили еще нашу знакомую, вот нам нельзя втроем заниматься йогой. Хотя, опять же, соблюдая расстояние одного метра, возможно, мы и не получим никакого предписания. На самом деле все нормы, как и было сказано в новостях, все это очень зависит от человеческого фактора, от того, как мы соблюдаем эти нормы, от того, как будет трактовать соблюдение либо несоблюдение непосредственно представителей власти, которые должны следить за тем, чтобы определенные регламенты, определенные нормы собирались. Поэтому парки открыты, парки можно посещать, можно покупать продукты, можно выходить за продуктами питания, а также за продуктами первой необходимости, которые не являются продуктами питания. Это прежде всего все, что связано с личностной гигиеной. На самом деле список опубликован, он тоже очень-очень обширный. Ну и по большому счету мы все сейчас понимаем, я думаю, что это понимают и зрители, которые это видео посмотрят, что все зависит от нашего самосознания здесь и сейчас. Безусловно, я могу сказать, что я пошла в ближайший супермаркет и обойти целый город. И если меня остановят, я могу, что называется, джустификары, оправдать свой выход на улицу тем, что я иду в ближайший супермаркет. Но люди действительно этого не делают. Я могу сказать, что то, что я вижу здесь в Италии, это большой, большой уровень самосознания и большой уровень понимания того, что мы все зависим друг от друга, что мы все связаны друг с другом. Поэтому пробежки разрешены совершенно точно. Посещение парков не только с детьми, но и вообще прогулки в парках тоже разрешены. Вот таким образом мы сейчас живем. Вот такие новости. Желаю всем светлого неба, весеннего неба над головой. Желаю всем спокойствия в душе. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok